Суд поставил точку в громком деле об убийстве сотрудников спецсвязи. В областном суде вынесли приговор братьям Самохваловым. Обвиняемых Андрея и Александра признали виновными в убийстве двух фельдъегерей и кражи 52 миллионов рублей. Какое оба понесут наказание, расскажу далее. Конвоиры обоих заводят в зал суда и садят на разные скамьи. Андрей в черной бейсболке устраивается за решеткой, подельник и младший брат Александр прямо напротив судьи. Оба хранят молчание и не поднимают головы. Только изредка Самохвалов-старший посматривает из-под лобья в сторону родственников погибших. Супруга, дочь и зять расстрелянного фельдъегеря тоже стоят в полной тишине. Но когда судья озвучивает детали зверской расправы, жена погибшего меняется в лице и едва сдерживает слезы. Женщина отворачивается от камеры и как-то комментировать случившееся отказывается. И только за кадром рассказала. С мужем вместе прожили 30 лет, имеют взрослую дочь и строили большие планы на будущее. 21 февраля прошлого года жизнь словно оборвалась. Мужа дежурного управления спецсвязи расстреляли шестью пулями в упор. А потом, видя, что мужчина еще жив, нанесли несколько ранений ножом. И от большой кровопотери мужчина скончался на месте. Он был второй жертвой налетчиков. Сначала убили выстрелом в голову его молодого помощника, а потом украли сумку с целым состоянием. В ней было 53 миллиона рублей. Деньги и стали основным мотивом преступления, рассказывает прокурор. Корыстный мотив присутствовал у обоих. Поскольку у Александра имелась ипотека на квартиру, взятая за месяц до того, как было совершено преступление, материальное положение было трудным. Ряд свидетелей поясняет о том, что он жаловался на свое материальное положение, трудный был, недоволен зарплатой. И отмечает такую черту характера его, как жадность. Задержали налетчиков спустя сутки после ЧП. Деньги, спрятанные в гараже, изъяли и вернули руководству управления. В отделении спецсвязи Александр Самохвалов проработал 8 лет. Перевозил ценные грузы и большие суммы денег. Ранее на допросах заявлял, именно старший брат, недавно освободившийся из колонии, и заставил его пойти на страшное преступление. Расстрел коллег. И якобы стрелял по фельдъегерям не он, а все тот же брат Андрей Самохвалов. Старший вину признает частично, младший не признает вовсе. Дескать, с детства боялся Андрея, который регулярно над ним издевался. Но вот судья ставит точку в резонансном деле. Оглашает приговор. Самохвалов Андрея Александровича признать виновным в совершении преступления. И окончательно назначить Самохвалову Андрею Александровичу к отбытию наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Если Андрей Самохвалов осужден на пожизненное заключение, то его подельник проведет за решеткой 16 лет. Оба должны будут выплатить семье погибших компенсацию. Один два с половиной миллиона рублей, второй три с половиной. Обоим приговор понятен, но решение собираются обжаловать. И уходя предпочитают не отвечать на вопрос о муках совести. Вот вы жалейте, там что-то совершили. Вы отказываетесь общаться с прессой, да? Алла Согрина, Надежда Головина, ОТВ. Полная версия приговора братьям Самохваловым доступна на нашем сайте одинобл.ру в разделе онлайн-ТВ. Обнародовано видео с прогулкой вероятного насильника, орудующего в тракторозаводском районе Челябинска. Мужчину несколько месяцев разыскивают в полицейский города, но до сих пор на след преступника выйти не удалось. Вот кадры с предполагаемым насильником. На этом коротком видео запечатлена прогулка преступника. 9 сентября прошлого года в 10 часов вечера он куда-то направлялся. Оглядывается по сторонам, явно никуда не торопится. Внешность схожа с чертами фоторобота, опубликованного в СМИ несколько месяцев назад. Есть подозрение, что этот мужчина может быть причастен к серии изнасилований и нападений на девушек в тракторозаводском районе города. В период с апреля по октябрь прошлого года. Если вы что-либо знаете о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в отделение полиции. Хендмейд наркотики. Два жителя Копейска дома развернули целую лабораторию по изготовлению зелья. Кадры оперативной съемки увидим прямо сейчас. Вот это уже готово. Кухонный стол и тумбочки заставлены специфическими ингредиентами. Полицейские только что прикрыли целую нарколабораторию по производству Спайса. Сейчас здесь около килограмма сыпучей синтезики. Но известно, преступники в домашних условиях изготавливали крупные партии наркотиков, которые продавали клиенты мыс Копейска и Чулябинска. Задержанными оказались жители Копейска 21 и 25 лет. За изготовление сбыта и хранения им грозит пожизненное лишение свободы. А в МИАСе задержали банду грабителей таксиста. Пятеро мужчин набросились на водителей на марке и отобрали у него деньги. Сотовый телефонный навигатор. Поймали грабителей на этой остановке возле закусочной. Продавец рассказывает, как в кафе зашли трое молодых людей. За ними следом ворвались полицейские и скрутили преступников. Еще троих задержали на улице в метре от входа. В карманах задержанных нашли около 20 тысяч рублей и личные вещи таксиста. Молодые люди, которых он подвозил в конце поездки на парковке, применив к нему насилие и используя в качестве оружия предмет, похожий на пистолет, забрали в него денежные средства, сотовый телефон и навигатор. После чего вскрылись. Водитель сразу же вызвал сотрудников полиции, которые по горячим следам в ближайшем павильоне пива подозреваемых задержали. Имущество владельцу налетчики вернули. За разбой каждому грозит 10 лет колонии.